Мне больше всего понравился вопрос Владимир Владимирович. А что же вы интересны в этих других предприятиях? Как вы участвовали в процессе подготовки и табли? И я, честно говоря, в прошлом взгляду, и не просто разберяю, а на корпорации в отношении детства и внутренней комплексной системы интеграции образовательного и производственного процесса. И тема нашей интересы направлена на то, чтобы это обеспечить качественную подготовку наших специалистов. Какие в настоящее время мы с такими вызовами сталкиваемся? Почему все эти предприятия нужно чем-то ответить? Первый вызов, который он очевиден, что мы сталкивались с тем, что многие сейчас выпускники большинства кафедр, в том числе и базовых кафедр, их уровень не соответствует древнему микросстандарту. Это эффективная ситуация. Второй вызов, то, что сейчас бурный рост науки, развитие технологий, приводит к тому, что сейчас, в данный момент, для разработки сложной, ну, у нас, например, ракетно-космической техники, активно внедряются элективные технологии, новоинформационные технологии, автоматизированные системы, роботы внедряются. Это тоже как некий вызов в качестве подготовки специалистов. Третий вызов, жизненные технологии, которые сейчас применяются, он сокращается. Вот те знания имения науки, которые ВУЗ дает студенту в течение пяти-шести лет подготовки, бывает, он устаревает, приходит на рабочее место, и может, то, чем учили, оно уже отошло. Его не просто плохо научили, а уже, как бы, совершенно другие технологии применяются. Третий вызов, это уже ближе к образовательным учреждениям, активно применяются новые формы обучения. Не только применяются, может, они появляются, они всегда применяются. Вот такие, например, обучение через действия, всякое обучение через какие-то инициативы, технические стажировки. Сейчас активно применяется такая форма обучения, как через участие в каких-то проектах. Сначала дается создание, но это, наверное, не счастливее, но в большей степени на предприятиях, когда там организм готовится. Разрабатывается какой-то, где дается поручение в учебный проект, и в мере того, как в трудной заработке проекта появляется, каких знаний не хватает специалисту, начинают, кстати, ошибаться эти знания. В общем, это такие вызовы, которые заставляют предприятия активно участвовать в образовательном процессе. Наш положительный опыт в самодельстве с Ваймером не свидетельствует на свидетельство о том, что по нашим оценкам сейчас мы имеем в виду два таких средства для повышения качества подготовки специалистов. Одно из таких средств, средства, если можно сказать, федеральная программа «Новый кадр ОПК». Ваймер в прошлом году, я уже с этим бизнесом согласился, разработал дополнительную дверь в 2006 году. Дополнительные модули, которые нужны, нужно было дополнительное время. Прочитая студентов, мы здесь тем, кто-то правил, для будущих годов, как Америи, для них прочитали дополнительный курс образовательные учреждения ГОСК. Они к нам пришли на дипломную практику, прошли входной контроль, было выявлено, все равно было некое расхождение, например, ГОСК, ОСК, продавляющие документы по разработке, вооружение, ракетно-космическая техники, это не всегда в том мобиле, с учетом опыта, дается в Грузии. Это читали наши специалисты и читали, как в форме лекции, лекция, которая прошла через научно-технический совет, она официально утверждена. Студенты были очень дорогие, потому что на эту обратную связь их отслеживают. Потом студенты получили тему беконных работ в полном соответствии систематике подразделения, а 50 человек готовились в проектно-космические подразделения в двигательные центры, в ракетно-космические центры и научно-кхимические центры конструированные в три направления. В итоге комплексной работы была проведена успешная защита на нашем предприятии, в скорости и организационной комиссии. Сейчас из девяти человек, которые прошли по этой системе, много кадровых ВК-6 работают в корпорации и работают при этом в уровне с полной стильной соответствующей тому уровню, который нам нужен сейчас, чтобы разрабатывать конкретные требования. Это первое такое фрессор. Второе фрессор – базовая карта. Сейчас будет интересный доклад. Но здесь мы… У нас 9 базовых карт, которые обозглавляются начиная специалистами, основными руководителями, там, где инвекции читают наши преподаватели. но такое комплексная система для нас образовательного производства процессора наибольшей степени введена только на одну из карт, как кафедра МВТУ и НЕГРОМОНОГО, системы управления, и так называемые аппараты. Здесь уникальная система, мы сейчас начнем пирожилы для остальных базовых кафедров. Первые три года базовая кафедра отслеживает, и там выход в похожую систему отбора лучших студентов по таким показателям, как они усваивают базовое фундаментальное знание, которое им дают в специальные кафедры именно фундаментальные знания в области системы управления в том, что с третьего курса они перехватывают студентов и начинают. Не просто читают специальные лекции, но обязательно мы принимаем их на работу. Они получат, которые учебные задачи, решают, производят свои задачи. Мы в любой момент, я не знаю, в любом виде практике в психологическом учреждении, в курсовой тракте, выполнят произбирание. Некоторые студенты, которые не заинтересованы, вне зависимости практика или непрактика, они оформляются с инвестителями. И там начинают уже на конкретных наших модулирующих обладающих стенах решать производственные задачи. Эффект студентов больше не получил. Он приходит на рабочее место после окончания вуза, полностью подготовленных. Вот такая положительная практика. И в чем здесь действительно происходит благоприятное для этой кафе? Кафе находится на территории нашего предприятия. И вообще здесь факультет, который находится. И мы, естественно, в тщательном контроле, в тщательном контроле всех студентов. Но главное – это качество подготовки. И в первом, и во втором случае, что для нас важно в уровне качества? Это мотивация. Мотивация, желание работать с операцией. Здесь, конечно, есть социальная программа, которую нам изработал по институту психологии и академии наук. Мы являем такие индикаторы, которые сегодня важны для студентов и в том числе параллельно на методе на латышских советствах, которые определяют желания, преподавательные и желания. И мы имеем возможности просто обновлять и управлять реализационным потенциалом наших будущих работ. Вот такой некий опыт, который реально дает результаты по повышению качества студентов в будущих работ и предприятиях. Следующий вопрос я просто хотел подсадать сейчас очень актуальный следующий вопрос о строении системы сертификации. С одной стороны студент окончил гост, получил диплом квалификации и предприятия уважаемые миссии, которые в том числе и сейчас и предприятия. Но мне кажется, что сейчас очень актуальна именно сертификация. Вот наш опыт предприятия взаимодействия с американцами в виде для хронических проектов в том, что, несмотря на то, что даже у нас опытные специалисты, которые прошли давно работают предприятия информативные, мы не допускаем это по инициативу американцев до тех, кто пока не прочитает их соответствующий годный какой-то курс, их знания не обновятся, не переведут эту систему и не получат сертификацию. Вот и сертификация, вы можете спокойно в этом проекте работают. И каждый раз мы видим тратацию персонала, который участвует в этом проекте, по прохозе сертификации. Об этом говорит и о том, что клипов в самом месте оборудовании необходимости в интервине такой системы сертификации, похожей на нашу. Но опять же, это как бы есть определенные амбиции вузов, действуют принимаемые амбиции предприятия. Здесь важно, конечно, облиться облиться, но важно правильно построить амбиции. Понимая ценность и врачи и содержание работы этой системы, что она может корвать и как заморренировать работникам и шестернинг подошли в самом сертификации. Если есть какой-то дневный отпуск, то нам не нужно услышать как машина сертификации. Слово переговорить на право литур. Потому что вопрос системный на системном уровне я знаю, что он только еще формулировался. Он формулировался, он пытался не только формулировался системный обликации. Если говорить о подростковых сертификатах кто-то вводит и общественную аккредитацию, кучи всяких институтов есть. Поэтому можно договориться допустим в договоре там может начать с малого сертификата вуз предприятия и совместные какие-то период санкознания там долгосрочных программ. Но вот так вот его системного чтобы исчерпывающего набора документов тех, кто вошел в основном. Вот если бы немного объявил на перейд обновлении того, что на учительство работы по разработке такой системы было полчаса результатов мы несколько раз на УМО обсуждали эти вопросы учебно-методические объединения по авиационной ракетно-космической технике по вооружению и схем вооружения у меня членом УМО являюсь ну так вот какие-то подступы есть потом снова откат вопрос забывается системы еще так серьезно не поступали почему я и хотел свести это в куларный разговор потому что так серьезно я не готов ответить извините а можно маленький вопрос вы видите сертификацию владения определенными продуктами что это сертификация наоборот установочный вопрос я еще сам вопрос например на допуск работе допускает опасные работы да то есть можно допускать для сложных науконемких процессов то есть что качество я знаю сертифицированного инженера это зам главного конструктора спалахита фурдосов адрес сертификации не знаю не знаю что тебе Сейчас как раз в Министерстве образования ставится вопрос о том, что должны создаваться общественные профильные организации, работодатели, которые должны сертифицировать выпускников вузов. Вот о чем идет разговор. Вы абсолютно правильно говорите, потому что в принципе вуз выпускает студента, вуз знает, что он хорошо соображает по тем или иным панорамикам, но он хорошо участвовал в самодействии, поэтому на какие-то дисциплины вопрос закрывается. То есть вот он математику в области не сдал, он там где-то в КВИ не участвовал. Это подтверждено аккредитацией вуза, он получает документы государственного образца. А здесь вопрос ставится, кроме документа образца государственного, должен сообщество работодателей, в частности, с энергией еще откуда. То есть вот эта вот более усиленная выпускная комиссия приемная, дипломная, она должна еще подтверждаться их подписью. Это очень важный момент, но действительно это надо разрабатывать. Я хотел бы другой сказать сейчас, воспользуясь случаем, что мне дали слово. Уважаемые товарищи, мы совершенно теряем из вида то, что вот мы говорим, что да, качество выпускников военмеха, то все хорошо, но мы говорим о технических выпускниках. Военмеха еще выпускает прекрасных экономистов, ребята, которых надо брать на практику, которые учатся за свои деньги, потому что государство решило, что хороший экономист для военно-промышленной отрасли, это тот экономист, который не знает физику, но которого готовят фенеки. И потом мы получаем, что полный развал, так сказать, экономики прочь идет. Поэтому я бы хотел обратиться с просьбой, да, пользуясь случаем, да, чтобы можно было ребят, которые на четвертом, на третьем курсе обучают свои мехи, на непрофильных, когда вы имеете специальности экономисты, лингвисты, да, дать им возможность проходить у вас практику. Им даже платить не надо, они с удовольствием будут проходить. Я знаю, что ваша корпорация, она всегда поддерживает, так сказать, детей, да, и вы должны воспитывать своих, вот это вот, свое, вот это вот начало, так сказать, экономики и связи с общественностью, да, потому что эти ребята, они все время общаются с группами военмехосов, с технарями, да, они знают, с чем дышит промышленность, начиная уже, как говорится, с яйственного возраста вузовском. Вот на это обратите внимание, пожалуйста. Нам было очень хотелось, чтобы не просто экономисты, не спускалось, я знаю, специализацию, что она вообще нервничает, конечно, нормирование труда, нормирование инвекции, нормирование инвекции, вот этих надо сейчас, поддержите, пожалуйста, да, и дайте вот, кто, давайте поддержим, потому что это нужно, потому что эти ребята, это настоящие патриоты, потому что они могли бы пойти учиться и в Финнек, родители в состоянии за них оплачивать там, но они пришли в инвек, потому что их отцы-матери, бабушки-дедушки заканчивали в инвек, и у них вот этот внутренний патриотизм отношения к производству, оно уже в крови. Извините, что вы... Давайте, да, почему бы нет, да, почему бы нет, молодые, которые могут работать с современными нормативными документами. Николай Иванович, еще, возвращаясь к системе сертификации, когда разрабатывались в ГОССы, то что было? Значит, в конце этого документа стояла подпись «Согласовано представители предприятия». Но если бы сначала были разработаны профессиональные стандарты, с компетентностными моделями, с матрицами компетенции, со всеми, а потом бы разрабатывались образовательные, то вот эти чехарды, когда вводится какая-то промежуточная сертификация, куда-то там, значит, вот несоответствие знаний и так далее, то есть мы вступали просто вот в эти ножницы, и, ну, это такое промежуточное движение идет в какой-то определенной степени, вот на мой взгляд. Поэтому, так сказать, эта проблема, либо она будет дорежала до конца, либо когда появятся профессиональные стандарты, в реакции уже ведут весь, я знаю, что в ГОССы разрабатывается ГОАК, если он сейчас определил 50-м, то есть, может быть, это и определенность, мы даже, может, не дойдем до этого. Ну, будет, то есть, сертификат какой-то площадь, поэтому я немножко, вопрос, с одной стороны, понимаешь, друг и не понимаешь. Вот так я попытался, если дальше, немножко прокомментировать. Значит, есть еще вопросы к Михаилу Викторовичу? Я считаю, что очень интересные были сообщения Виктора Викторовича, по поводу сертификации, я вспомнил, это как раз, ну, я тут пошутил про дерево, что разве нет, но в Росатоме сейчас ведется работа по сертификации образовательных программ опорных вузов. Что? Извините, значит, совершенно верно, тоже опорных вузов, то есть, смысл такой, что вы говорите, вот специалисты, может быть, аккредитация, это, так сказать, аккредитация дает возможность выдавать вузу диплом в государственном государстве. Нет, 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 я не обновлюсь, смотрите, может быть, одно слово, то есть, смысл такой, что... Ищут общественные полиции, это вот профессиональная аккредитация, вот это скорее всего, вот в этом, в этом, в Центрике, в Центрике. Скорее всего, да, да. Вот, это, да, да, согласен, вот, вот, смысл такой, что у опорных вузов, чтобы вот эта вот связь промышленности, значит, вузы, вот, она осуществляется, Вот мы считаем, что вот такие-то программы вы должны давать тем, кого мы будем принимать на работу в перспективе. Что для этого требуется? В ВУЗу встать в сообщество, которое занимается общественно-профессиональной аккредитацией, заплатить взнос, потом его начинают по своим правилам оценивать, и оказывается, что эти правила еще не совсем соответствуют стандарту образовательному, в некоторых случаях. Полностью с вами согласен. Я сейчас столько мнений. Лично я, в этом конфликте, всегда чаще всего мне это старание в МУЗах. Но эта вот работа ведется, она ведется, как вы правильно сказали, пока нет стандарта. Сейчас вот в Кефире, там, значит, стандарты я принял участие, разрабатывал в управлении персоналом, там, маленькое и так далее. То есть, ну, я просто заканчиваю и скажу, что, ну, работа ведется, как она ведется, ну, не всегда может быть толково. Но хорошо, что она идет, потому что не набившишься и ты к ней не продуешься вперед. Пусть на чуть-чуть, но надо. Это правильно. Вот эти все выступления, они говорят, что вы правильно собрались. Вовремя, да, как всегда. И это нас радует. Спасибо, хорошего.